Сидеть сложа руки Зинаида Федоровна Мурзаева не привыкла. Ветеран войны и труда, труженица тыла, в свои 90 лет примерила на себя новую должность – председатель дома. Все наши жильцы, все только идут сюда. То помоги, то еще что. Никогда не жаловаться и никому не отказывать в помощи. Военные годы многому научили тогда еще 17-летнюю девчонку. Страшнее того голода и холода Зинаида Федоровна больше ничего не испытывала. Из Кургана до Магнитки везли пять суток на Дзержинске, поселок знаете где. Там, значит, были бараки, выкопаны в земле, вот так бревна наложили, землей закрыли и все. Две круглые печки были. А нас было 40 человек, по 500 граммов хлеба давали. А хлеб коричневый, и он, ну как сырой. Отломишь немножко. Покушай, думаешь, это оставишь на обед. Тогда Зинаида Федоровна и думать не могла, что останется в Магнитке на всю жизнь, большую часть из которой проработает секретарем административной комиссии. И даже после выхода на пенсию, привыкшая постоянно работать, она не смогла уйти на заслуженный отдых, отработав еще 20 лет в городской службе соцзащиты населения. Соцзащита меня не забывает, каждый день звонят и приходят частенько, пьем чай. Утром стою, занимаюсь гимнастикой. Без гимнастики ни одного дня. Заправляю постель. Это у меня уже закон. Зинаида Федоровна не привыкла просить о помощи. И сегодня, рассказывая о своей жизни в скромной однокомнатной квартире, ветеран войны и труда лишь вскользь, упомянула о телевизоре. Маленький, старенький, показывающий всего два канала. Он давно требует утилизации. Частенько, вот тут наверху написано, выключите телевизор, выключаю. Вести обязательно смотреть. Пусть говорят. Новый телевизор мог бы стать прекрасным и очень нужным подарком одинокой труженице тыла, ветерану труда и войны, Мурзаевой Зинаиде Федоровне. А потому мы очень надеемся, что обязательно еще раз заглянем в гости к нашей героине, но уже с другим презентом. Вы к вам не с пустыми руками пришли. Вот мы вам привезли вот такой вот большой пакет. Те всякие вкусные продукты. Это вот от сети магазинов «Магниты» от нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова